В северо-западной части территории Европейской России, на водоразделе Верховый рек, Волга и Западная Двина, на юго-западе Валдайской возвышенности, расположен Центрально-Лесной Государственный Природный Биосферный Заповедник. Общая площадь заповедника 24 413 гектаров. Если брать соотношение по площади Андреапольский и Нелидовский район, то треть находится в Андреапольском районе, а две трети в Нелидовском районе. Вокруг границ заповедника создаются охранные зоны, как переходные территории от обычного режима хозяйственного использования, можно сказать, к полному запрету, который существует на территории заповедника. Вот здесь вот это вот заповедник, а вокруг вот это вот все охранная зона, она как бы находится вокруг территории заповедника. Минимальная ширина охранной зоны 1 километр. И охранная зона уже находится в четырех административных районах, то есть помимо Нелидовского, Андреапольского, так же еще Пеновский район и Сележаровский район. В 1931 году здесь сохраняются уникальные коренные старовозрастные сообщества лесов Южной Тайги с характерной структурой и видовым составом, а также обширные участки ненарушенных верховых болот. Основателем нашего заповедника является доцент Смоленского госуниверситета Григорий Леонидович Краве. Его настойчивость, целеустремленность и профессиональные качества позволили преодолеть многочисленные трудности на пути к созданию заповедника в центре русской равнины. Климат территории определяется влажными и теплыми атлантическими воздушными массами, которые часто вытесняются потоками холодного арктического воздуха. Общее количество осадков превышает суммарное испарение, что обуславливает положительный водный баланс территории. Центральный лесной заповедник является эталоном естественного разнообразия лесных почв южно-таежной подзоны. Благодаря большому распространению покровных суглинков и характеристикам водного баланса, почвы здесь избыточно увлажнены, что ведет к прогрессирующему поверхностному заболачиванию. Характерным явлением данной местности являются массовые ветровалы, что вместе с разнообразием почвенного покрова способствует большой мозаичности типов лесонасаждений. Царит и господствуют в заповеднике ель. Еловые леса представлены ельниками, неморальными, зеленомошными, сфагловыми и травяно-болотными. Разнообразна флора заповедника, которая включает в себя как таежные, бариальные виды, так и виды умеренных широт, неморальные. Разнообразие флоры естественным образом определяет и богатство животного мира заповедника. Фауна, как и флора, в основном европейского происхождения. Шесть видов растений и девятнадцать видов животных включены в Красную книгу России. Более ста видов растений и грибов включены в Красную книгу Тверской области. Комплексный системный подход к наушным исследованиям на территории заповедника связан с именем Владимира Владимировича Станчинского. Его научная деятельность в тридцатых годах легла в основу долговременных наблюдений по программе «Летописи природы», которая реализуется в нашем заповеднике в 1965 году. В книге «Летописи природы» ежегодно представляются сведения о сезонах года, о метеорологических характеристиках, о состоянии водного режима заповедника, о флоре растительности, о фауне и животном мире заповедника, а также в целом о состоянии природного всего комплекса заповедника. В библиотеке заповедника хранится ценнейший архив научных материалов и рукописей. В архиве заповедника хранятся рукописные материалы, которые для нас представляют огромную ценность как первоисточники, как первичные данные именно первых лет существования заповедника в начале тридцатых годов. К таким архивным материалам относятся и данные лесоустройства, и первые описания растительности, первые исследования климата, микроклимата нашего лесного заповедника, а также первые сводки о флоре заповедника, о животном мире. И мы довольно часто возвращаемся именно к этим первоисточникам, для того, чтобы иметь возможность сравнивать полученные современные данные с теми, что было 90 лет назад, в первые годы существования заповедника. Регулярно издаются научные сборники и монографии наших сотрудников. В 1985 году решением ЮНЕСКО нашему заповеднику присвоен международный статус биосферного резервата. Разносторонние научные исследования природных комплексов заповедника выполняются как нашими сотрудниками, так и ведущими специалистами из более чем 20 вузов страны и институтов Российской Академии наук. Регулярные метеонаблюдения в нашем заповеднике ведутся с 1963 года. В настоящее время действует пять метеостанций. Изменение климатических условий в заповеднике происходит в зимние-весенние месяцы, и проявляются они в стабильном увеличении температуры воздуха и нарушении типичного соотношения осадков в зимний период. В остальные месяцы изменения определяются периодически 50-летними колебаниями с относительно небольшой амплитудой. Совместно с Институтом глобального климата и экологии с 1985 года выполняются работы по международным программам ЕМЭП и МСПКМ. Это метеостанция наша, лесная метеоплощадка. Данные последних лет показывают, что здесь действительно все, что связано с выпадением загрязняющих веществ, находится в пределах нормы и даже ниже нормы. В первую очередь, конечно, за счет географического положения все же Валдайская возвышенность создает линию, которую обходят основные воздушные массы, которые идут с запада, и которые несут и загрязняющую атмосферу вещества. С 2010 года на регулярной основе проводится отбор проб атмосферного аэрозоля. В последнее десятилетие проводится оценка влияния загрязняющих атмосферу веществ на растительные сообщества по международной совместной программе комплексного мониторинга воздействия загрязнения воздуха на экосистемы. С 2017 года в заповеднике функционирует Южно-Валдайская экологическая обсерватория «Оковский лес» полевая и экспериментальная база Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Российской академии наук. Здесь измеряется большое количество параметров, и рассчитываются данные по потокам углекислого газа, по потокам паров воды. Микроклиматические параметры – это уровень грунтовых вод, температура почвы на разных глубинах, приход солнечной радиации, отражение солнечной радиации, приход фотосинтетически активной радиации, количество осадков, поступающих под крону, давление, температура. Ежегодно в заповеднике проводятся почвенные наблюдения для изучения химических элементов в почвах и ландшафтах Южной Тайги. Мы здесь занимаемся в основном изучением химических свойств почвы, их динамики во времени. И ведем такие мониторинговые наблюдения за величиной pH. Мы находимся на практике, производственной с нашими студентами. Работаем мы в заповеднике уже очень давно. Первый раз мы сюда вообще приехали в 1986 году, вот с тех пор каждый год мы сюда приезжаем. В 70-х годах в заповеднике проводится гидрологический мониторинг. Наблюдение за уровнем поверхностных вод на реке Межа происходит визуально по водомерной реке, а с 2014 года с помощью автоматического регистратора. С 2001 года в разных типах леса на постоянных пробных площадях специально установленных скважинных колодцах ведутся наблюдения за уровнем почвенно-грунтовых и болотных вод, а также за их физико-химическими характеристиками. Значительные осадки в течение вегетационного сезона, как правило, обуславливают стабильно высокий уровень грунтовых вод в заповеднике. Локальные особенности водного режима определяют структуру древостоев, состав травяно-кустарничкого и махового ярусов, а также реакцию на климатические изменения. Индикаторами усиления заболачивания являются увеличение количества отпада и свежего валежа, наличие ряда индикаторных видов. С момента основания заповедника продолжаются работы по оценке биоразнообразия флоры. Анотированный список сосудистых растений Центрального лесного заповедника включает 592 вида. Он составлен в 2012 году Галиной Юрьевной Конечной, ведущим научным сотрудником Ботанического института Российской академии наук. А в 2020 году был найден новый вид для Тверской области – хохлатка полая. Наш заповедник является базовой модельной территорией для изучения биологически ценных лесов центральной части Европейской России. Он имеет ключевое значение для изучения биоразнообразия лишайников и грибов. Наша кафедра сотрудничает с Центральным лесным заповедником уже очень многие годы. За многие десятилетия работы на территории заповедника было выявлено огромное разнообразие всевозможных грибов, водорослей, грибоподобных организмов. Достаточно вспомнить только список грибов, официальный список грибов Центрального лесного заповедника, который насчитывает больше 790 видов. Также с 2014 года здесь ведутся исследования по изучению видового разнообразия миксомицетов. И однозначно можно сказать, что здесь, на территории Центрального лесного заповедника, было обнаружено уже более 150 видов миксомицетов из всего лишь 1000 описанных. Ну, 1000-1100 видов в настоящий момент описаны. То есть больше 15% видового разнообразия, описанного вообще во всем мире, присутствует на этой очень небольшой территории. Кроме лесных массивов, есть в заповеднике и луга. Динамика и разнообразие луговых сообществ активно изучается в последние годы. Здесь луга очень богата видами, и видовое богатство достигает 65 видов сосудистых растений на 100 квадратных метров. Среди них встречаются редкие охраняемые виды, которые включены как в Красную книгу Российской Федерации, так и в Красную книгу Тверской области. Мы выявили наиболее ценный луг на урочище Староселье. Он был выведен с хозяйственного использования и со временем начал зарастать. Для его сохранения с 2017 года там было возобновлено сенокошение. Как показали наблюдения, численность охраняемых видов остается на этом лугу стабильной. С 1965 года в нашем заповеднике ведутся фенологические наблюдения. Изучается сезонная динамика растительных сообществ и ежегодно составляется календарь природы. Проводится оценка урожайности древесных растений и грибов. Анализ фенологических дат за последние 30 лет показал, что около 25% явлений начинаются достоверно раньше многолетних сроков. Стали длиннее фенологическое лето и осень. Каждый год сотрудники заповедника, это как ученые, так и госинспекторы, ведут календарь природы и отмечают основные явления, которые характеризуют реакцию биоты на изменения климата. Каждый сотрудник, имея вот такой бланк фенологический, на специальном маршруте, закрепленном за ним, фиксирует даты начала фенологических явлений. И вот такие данные уникальные накоплены уже более чем за 50 лет. С этого года в практику фенологических наблюдений активно внедряются программные решения от отечественной компании NextGIS. С 1999 года проводится регулярный учет численности всходов ели и молодняков до пятого года жизни в различных типах леса. Ель в наших условиях плодоносит один раз в четыре года. Под полок ельников на один гектар попадает от нескольких сотен до нескольких миллионов семян. Много интересной информации о состоянии различных типов леса в нашем заповеднике дает изучение растительного опада. Его сбор и анализ ведутся с 90-х годов прошлого века. Важным направлением в исследовании лесных сообществ является изучение динамики усыхания и гибели как отдельных деревьев, так и древостоев в целом. Работы по изучению древесного отпада в разных типах ельников ведутся в нашем заповеднике с 80-х годов. Они выполняются на постоянном транссекте, по просекам и визирам. Для анализа привлекаются также данные дистанционного зондирования земли. Проводятся работы по определению площадей погибших и поврежденных лесных насаждений. Определяются таксационные показатели отпавших деревьев. Задача этого полевого сезона было провести такую рекомендацировку на территории заповедника на предмет сухостойных участков, усыхающих участков, где известен караед. Также мы собираемся изучить эту территорию с помощью данных дистанционного зондирования земли. Они нам помогут включить в наш анализ не только полевые исследования, но и дистанционные методы. Собираемся использовать квадрокоптеры, беспилотную авиацию. Надеемся, что будет получен результат. Надо понять, что же тут происходит, кто виноват и что делать. После ветровалов 2017-2018 годов в поврежденных и ослабленных перестойных еловых древостоях формируются очаги усыхания ели различной площади. В текущем полевом сезоне на территории заповедника проводится феромонный надзор караеда типографа. Проводимые работы направлены на учет численности караеда типографа, оценку потенциальной угрозы сохранившимся старовозрастным еловым лесам и определение роли стволового вредителя в формировании очагов усыхания ели. В качестве объектов наблюдения на территории заповедника в разных лесорастительных условиях подобраны пять крупных массивов перестойных еловых древостой, в которых организованы пункты постоянного надзора, непосредственно примыкающих к участкам патологического отпада. На каждом объекте в середине мая нами размещено по три ловушки барьерно-вороночного тика. В общей сложности на территории заповедника размещено 15 феромонных ловушек. В целях проверки эффективности применяемых препаратов испытываются феромоны-диспенсеры разных производителей. В нами проводится еженедельный осмотр ловушек и сбор жуков караеда типографа с последующим лабораторным пересчетом их количества. По суммарному количеству жуков и динамику численности в течение полевого сезона проводится оценка непосредственной угрозы массового повреждения еловых древостоев караедом типового. В лесных массивах нашего заповедника сформирована сеть постоянных пробных площадей. На них ведутся работы по учету и оценке лесных насаждений. При этом используются стандартные лесодоксационные и геопотанические методики. На основе полученных данных проводится оценка современного состояния лесных насаждений. В совокупности с архивными материалами собранные данные позволяют выявлять закономерности долговременной динамики растительных сообществ, в том числе под воздействием климатических и гидрологических факторов. Ботанический институт является преемником исследований динамики и функционирования еловых лесов в ЦНЗ. Еще в 60-е годы исследование тут начал Владимир Георгиевич Карпов с сотрудниками Ботанического института, тогдашней Академии наук СССР. Здесь были заложены постоянные пробные площади, проводились ширкомасштабные исследования. Было написано сотни публикаций научных, защищены кандидатские докторские диссертации. В 2015 году мы с сотрудниками института восстановили часть пробных площадей, заложенных еще 50 лет назад, выполнили повторные наблюдения на них. Ну и что можно отметить, в первую очередь это почти полный распад древостоя, елового, что является следствием как их высокого, большого возраста, изначального, во времена закладки пробных площадей, так и частыми массовыми ветровалами на территории заповедника. В итоге изменяется состав, в том числе, и на почечных видах трав. Вот, и мы получаем уже большую долю вообще неморальных лесов на заповеднике вот в течение последних 30 лет. С 2010 года на территории заповедника функционирует сеть фотоловушек. По их использованию наш заповедник является одним из лидеров России. Фотоловушку мы используем не просто как фотоаппарат, чтобы получать интересные кадры из жизни животных, диких, а именно как инструмент научный для мониторинговых наблюдений. Место, где установлена фотоловушка в пространстве, мы называем локацией. То есть это локация номер один, потому что она самая старая, она действует с 2010 года. Иными словами, вот на этом месте у нас есть непрерывный ряд наблюдений за дикими животными на протяжении 8 лет. В настоящий момент сеть фотомониторинга включает более 50 фотоловушек. Согласно программе фотомониторинга, ежегодно просчитываются два технических и шесть экологических параметров, включая индексы видового разнообразия, относительного обилия, суточной активности, заселенности и плотности млекопитающих. Использование фотоловушек поставило на новый уровень изучение популяции бурого медведя в Центральном лесном заповеднике. Данные фотомониторинга естественным образом дополняют материалы ежегодных учетов млекопитающих и птиц на постоянных и временных маршрутах с использованием GPS-навигаторов. С их помощью фиксируются местоположения визуальных встреч и следы жизнедеятельности зверей и птиц. Всего же охвачено мониторингом 24 вида зверей и птиц нашего заповедника. 11 видов охотничьих животных исследуются в ходе зимних маршрутных учетов. ЗМУ проводится в снежный период на постоянных маршрутах по территории как заповедника, так и охранной зоны. Среднемноголетние данные по численности млекопитающих за 1985-2021 годы по данным ЗМУ представлены на экране. С 1961 года у нас проводится учет этих деревянных птиц. Учеты проводятся в заповеднике и охранной зоне на таках, а также методом маршрутного учета в августе. В прошлом 2021 году ушел из жизни наш коллега, старший товарищ и наставник, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ Валентин Сергеевич Пажетнов. Основатель Центра спасения медвежат-сирот. Валентин Сергеевич разработал теорию и реализовал на практике программу реабилитации медвежат-сирот бурого медведя. Для возвращения их в естественную среду обитания. Благодаря его труду и научным изысканиям появилась возможность восстановить популяции медведя в различных уголках нашей страны. Ежегодно с 1995 года в Центр поступает от 8 до 16 медвежат в возрасте от рождения до 4-5 месяцев. Медвежат выхаживают в соответствии со специальной методикой, разработанной под руководством РФ на основе его многолетних работ по изучению биологии, поведения и экологии бурого медведя. Поэтому вот это место, этот дом, это место, они явились стартовой точкой, стартовой позицией в той работе, которая была проведена с тем, чтобы показать, показать, и тем, чтобы она нам подарила то, что для того, чтобы медвежата выросли с реакциями на естественную среду в пределах нормы заведения для этого вида, вот вовсе необязательно присутствуют здесь матери, как мы считали, свои, я так считал в свое время раньше. Ну, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Спасибо вам большое. В центре медвежат готовят к самостоятельному выживанию и в возрасте 8-9 месяцев выпускают естественную среду обитания, предпочтительного места, откуда животные поступили. К этому моменту у животных развиты все необходимые для самостоятельной жизни в природе формы поведения. За 27 лет работ по спасению и выхаживанию медвежат, по разным причинам оставшихся без матери, в естественную среду обитания было возвращено более 270 медведей. Я думаю, что бурь имеет символ русского леса спасания, потому что это до конца гуманная задача. Бывает так, что численность начнет падать, допустим. Или есть места, где медведь исчез вовсе. Или есть места, где популяция деградирует как-то, то есть численность тоже не на уровне. Вот за счет вот этой работы, за счет подселения вот этих молодых особей в этой популяции можно восстановить, поддержать, восполнить, популяцию. Понимаете? То есть это сейчас все хорошо, пока все хорошо. Как только будет плохо и, допустим, эта работа не будет, на работах таких не будет у нас в стране, да, люди столкнутся с тем, что лучше медведь исчез. За судьбой воспитанников Центра продолжают следить и в дикой природе. Для этого используются различные средства слежения, ручные метки, радиомаячки, фотоплавушки и так далее. Сбор и анализ этих данных подтвердил возможность самостоятельного выживания выпущенных медведей, их успешную интеграцию в местные популяции, что, кстати, подтверждается зафиксированными случаями воспроизводства потомства. С середины 70-х годов экологии и поведения волка наш расповедник изучает Кочетков Виталий Васильевич, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук. Другой наш хищник, рысь, вот уже более 45 лет, является объектом наблюдений и исследований для Анатолия Семеновича Желтухина. Исследованию экологии рыси я посвятил многие годы, начиная с 1975 года, когда я был приглашен на работу в Центральном лесном государственном заповеднике именно по теме изучения экологии и поведения рыси в Центральном лесном заповеднике. Наиболее активные полевые работы проводились в 70-е и 80-е годы прошлого века благодаря собранному материалу удалось мне оформить диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. А в настоящее время по многолетним данным, по многолетним полевым исследованиям я обобщил эти материалы по рыси и готовлю к изданию монографию книгу под общим названием «Рысь Южной тайги Верхней Волжи». Не упускаем мы из виду мелких млекопитающих. Вот уже более 40 лет ведется изучение мышевидных разунов и землероек. Регулярные наблюдения за ними проводятся под руководством доктора биологических наук Истомина Анатолия Владимировича. Динамика важнейших характеристик популяции мелких млекопитающих важна для комплексной диагностики и оценки состояния экосистем. То есть самое что замечательное во всех этих полевках что они очень чутко реагируют на различные изменения среды сразу что-то произошло какое-то изменение сукцессия и так далее мы где-то у нас вот они тут разные крупные особи два самца ḥ очень крупных Перезимовавших остальные но конечно сигалетки неповозрелые молодые особи будем выпускать я могу beste Знаменит наш заповедник бесценными фондовыми материалами. С начала 80-х годов под руководством Кораблёва Павла Николаевича собирается коллекция черепов и фрагментов костей. У нас собрана самая крупная среди заповедников и нацпарков краниологическая коллекция. Она включает более 5000 образцов черепов, полных скелетов и их фрагментов. Изучение этого коллекционного материала уже более 20 лет является самостоятельным направлением научных исследований. Коллекция собиралась более 30 лет и, как в других заповедниках, ее собирали много сотрудников. Каждый сотрудник, изучающий какой-либо вид, собирал черепа. Так, например, Анатолий Семенович Желтохин собирал черепа Рыси, Валентин Сергеевич Павлович Черепа Медведя, Кочановский Володя собирал черепа Куньих. Ну, а когда мы решили делать общую коллекцию, эти черепа объединились и получилась настоящая хорошая научная коллекция. Ну, если вся наша коллекция может считаться уникальной, то есть выборки, заслуживающие особого внимания, конечно, особо ценные. К таковым я бы отнес, например, черепа европейской норки, которые собирались в период, когда последний очаг европейской норки в России был очень благополучным. На наших глазах началась сильная депрессия и популяция практически исчезла. И в этот период мы, кажется, собирали черепа, и эта выборка дает возможность проследить процесс исчезновения, угасания популяции на морфо-генетическом уровне. Вот это вот как раз наша гордость черепа европейской норки. Более 100 черепов европейской норки, собранных нами в районе заповедника. Еще, кстати, наш коллега из Эстонии Титмаран дал нам несколько черепов европейской норки из Эстонии. Спасибо им за это. Среди 250 черепов лосей есть черепа, обнаруженные в лесу. И когда мы сравнивали для выборки черепов, добытых охотниками и ставшими жертвами хищников, мы получили очень интересные данные о физиологическом состоянии лосей. Оказалось, что среди жертв хищников в три раза больше больных животных, чем среди добычи охотников. К тому же хищники добывают преимущественно старых лосей. Примерно 45% из всей добычи приходится на лосей старше 8 лет. А среди добычи охотников преобладают животные средних возрастов, то есть наиболее продуктивно, часть популяции добывается охотниками. Гербарий сосудистых растений заповедника насчитывает около 2000 листов. Регулярно пополняются коллекции махообразных, грибов или шайников. Коллекция включает сосудистые растения, которые здесь у нас находятся в нашем гербарном шкафу. И так же грибы, в сборе которых участвовал биологический факультет Московского государственного университета. Коллекция махообразных заповедника представлена более 500 экземплярами этих растений. И включает основные или фоновые виды их представителей, а так же и редкие. Надо отметить, что махообразные являются индикаторами ненарушенности лесных массивов. И часто их состояние, их количественное соотношение является важным показателем качества окружающей среды и климатических изменений, происходящих на планете. Коллекция решенников включает около 150 образцов, собранных из Томиной Нины Борисовны на территории заповедника. Сохраняется и пополняется энтомологическая коллекция заповедника. В настоящее время коллекция пополняется экскурсоводом-энтомологом Еленой Марковой. Это разные виды, да. Причем они собраны начиная с 1955 года. Да, и причем некоторые додневные попадаются, некоторые разных годов. Более 45 лет экологию, биологию, динамику численности различных групп насекомых изучает в нашем заповеднике Евгений Дмитриевич Коробов. Им проведен большой объем работ по инвентаризации, составлению коллекции различных групп беспозвоночных. В 2009 году специалистом-арахнологом Валентиной Ильиничной Желтухиной, работающей в нашем заповеднике более 40 лет, и Евгением Дмитриевичем Коробовым, был подготовлен и издан аннотированный список пауков и жесткокрылых Центрального лесного заповедника. Наш заповедник является базой для проведения учебных и производственных практик для студентов и школьников. В этом направлении мы сотрудничаем более чем с 20 научно-исследовательскими организациями и образовательными учреждениями. В настоящем году начато сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологии для изучения метагеномов почвенных микроорганизмов заповедника в рамках создания атласа микробных сообществ России. Мы выделим тотальную ДНК из почвы, а потом будем определять последовательность всех генов рибосомальной РНК 16С микробной, которая в этой ДНК есть. Большие базы данных рибосомальных последовательных, с помощью сравнения с которыми можно до рода точно, в некоторых случаях до штамма, определить микроорганизм. И более того, не просто определить, но и определить количество этого микроорганизма в сообществе. И мы будем потом сравнивать сообщество между собой, качественно и количественно, смотреть, кто с кем более похож, кто с кем менее похож, коррелировать это с данными по физскими, вычленять какие-то факторы среды, которые, может быть, скоррелированы с количеством того или иного микроорганизма в почве. На страже природы нашего заповедника стоят государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Рацию я взял, оружие с собой, разрешение не забыли? Нет. Мы спецсредств, берем только наручники, наручники у меня с собой. Все? Давай. Все, давай. В штате отдела охраны заповедника 13 человек. Госинспекторы имеют служебное оружие, специальные средства. Они обеспечены различной техникой, приборами радиосвязи, камерами для фото и видеофиксации нарушений. Наконец-то у нас мало, в принципе, само Троида так делается, у нас тут местность такая, очень мало дорог. Как только дожди проходят, они вообще слабо проезжие делаются. И чтобы до нас на чем-то добраться, взбраконелить, еще попытаться этого нести, дураков нет просто. Отдел охраны укуплектован четырьмя автомобилями УАЗ. Они самые быстрые и подходящие для наших лесных дорог. В зимнее время помогает снегоходная техника Буран, Ямаха. А для водного патрулирования имеется моторная лодка. Отдельного внимания заслуживает наша вездеходная техника. Это и мощный, большой, удобный трекл на базе укуплектованной УАЗ, квадроциклы. Однако настоящей рабочей лошадкой как отдела охраны, так и научного отдела является надежной, как часы, и проходимой, как бурятская лошадь, снегоболотоход, арго. Это всесезонный транспорт способен преодолевать преграды как на суше, так и на воде. Помогают нам в работе и обычные лошади. Госинспектора Северного лесничества не представляют свою работу без служебных лошадей. С целью профилактики правонарушений в самом заповеднике и его охранной зоне устанавливаются граничные аншлаги и информационные щиты. На въездных дорогах и в наиболее посещаемых местах оборудуются доски объявлений. На рейдах по охране территории проводятся профилактические беседы с местным населением. В средствах массовой информации размещаются заметки на природоохранные темы. В соответствии с еще годными госзаданиями учреждения, силами инспекторского состава выполняется большой объем противопожарных мероприятий. Обновляются минерализованные полосы, устанавливаются шлагбаумы, противопожарные щиты, указатели и предупредительные знаки. Большой объем работ проводится по расчистке дорог, противопожарного назначения и квартальной сети. Учитывая, что заповедник в большей своей части представлен коренными старовозрастными еловыми лесами, приходится затрачивать много сил, средств и времени на то, чтобы справиться с последствиями ветровалов. Ежегодно силами инспекторского состава расчищается 60 километров противопожарных дорог и 200 километров просек и границ заповедника. Для успешной борьбы с возгораниями и пожарами учреждение обеспечено пожарной техникой и инвентарем. Это иранцевые огнетушители, бензопилы, мотопомпы, воздуходувки, зажигательные аппараты, а также шансовый инструмент. Ежегодно заключается соглашение о взаимодействии по обнаружению и ликвидации пожаров с учреждениями Тверской области. Это ЛПЦ «Тверлес», Главное управление МЧС России по Тверской области, муниципальные образования. Регулярно проводятся противопожарные учения инспекторского состава. Сотрудники отдела охраны поддерживают инфраструктуру на охраняемой территории, следят за надлежащим состоянием 11 лесных кордонов, сооружают мосты, переходы через реки и ручьи, обустраивают места отдыха. Ежегодно выполняется большой объем биотехнических мероприятий. Засеиваются овсяные поля, сооружаются солонцы, на которых регулярно выкладывается соль, лизунец, обустраиваются подкормочные площадки. На глухариных токах сооружаются галечники, для птиц развешиваются искусственные гнездовья. Госинспекторы оказывают активное содействие в работе научного отдела заповедника, принимают активное участие в проведении ежегодных учетов медведя, бобра, тетеревиных птиц, в зимних маршрутных учетах, собирают полевую зоологическую информацию с применением спутниковых навигаторов, ведут дневник фенонаблюдений. При необходимости сотрудники отдела охраны оказывают помощь в проведении экскурсий. Это туры по демонстрации диких животных на овсяных полях, глухариных и тетеревиных токах. Работа по разным направлениям, от природоохранных мероприятий до выполнения самых разных лесохозяйственных работ требует от сотрудников отдела охраны дисциплины, постоянной концентрации внимания и систематического повышения уровня знаний и мастерства. Кому по душе такая работа, кто любит лес и все, что с ним связано, остается работать в заповеднике на долгие годы, становится профессионалом своего дела, передает накопленный опыт молодым сотрудникам. Много делается в нашем заповеднике в направлении экологического просвещения и экологического туризма. Созданы экологические тропы протяженностью 7,7 километров, наблюдательные вышки, на центральной усадьбе построен прекрасный музей природы и визит-центр. Сотрудниками отдела экологического просвещения разработаны и проводятся более 10 типовых экскурсий. Регулярно проводятся выездные занятия в школах региона. Заповедник участвует и организовывает выставки и другие массовые мероприятия, как, например, прошедший не так давно планер художников. Выпускается много сувенирной продукции, издаются буклеты, прошюры, календари. А для того, чтобы научная, охранная и эколого-просветительская работа продолжалась и развивалась, нам помогает отдел обеспечения основной деятельности. Наши дорогие бухгалтера и секретари. Благодаря их коллективному труду, центральная усадьба стала родным домом для всех сотрудников заповедника. Наша, конечно, позиция такая, что должно быть минимальное умешательство как бы вот в деятельность тех процессов, которые сами по себе происходят на этих территориях. Но в то же время заповедники располагают, в общем-то, определенным штатам, да, то есть сотрудникам, которые могут высококвалифицированно, да, рассказать о том, что происходит на этой территории. И, в общем-то, так вот, как было раньше, что это были закрытые территории, мне кажется, это не совсем верный подход, да. Все-таки мы должны донести до людей, и люди должны понимать, только таким образом мы можем получить вот всестороннюю поддержку, да, что люди должны понимать, что это, в общем-то, часть их родного уголка, куда они могут приехать, где их могут гостеприимно встретить, рассказать вообще, как функционируют вот экологические системы, которые не подвергаются никакому воздействию человека или подвергаются там минимальной степени, да. То есть, что это часть вот родного Нелидовского района, что это достояние всех жителей Тверской области. Большое спасибо всем сотрудникам Центрального лесного заповедника за возможность поработать в этом замечательном месте. Всех с юбилеем! Ура! Аплодисменты! 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 Продолжение следует...